Возможно, вы выросли католиком, а затем, возможно, стали протестантом или просто взяли в руки Библию своего друга Евангелика и открыли ее, и так... Хм, некоторых книг не хватает. Где, например, книги Маковеев, которые рассказывают великие истории о том, что произошло, когда еврейские герои сражались против греков, которые пытались вести всех евреев и дал поклонство и грех? Что с ними случилось? Где Маковейские книги? Хорошо, давайте посмотрим на важный стих о богодухновенности. Павел пишет это Тимофею, говоря о богодухновенности Писания, а именно о Ветхом Завете. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 16. Вот что говорит Павел. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, учитель, лидер, возможно, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, мы признаем, что Божье Слово, которое мы называем Писаниями, уникальным образом дано им, уникальным образом вдохновлено им. И таким образом занимает уникальное место в том, что мы называем Библия. Так что же произошло, например, с первой Маковейской книгой? Есть несколько Маковейских книг. Но что произошло с первой Маковейской книгой? Второй Маковейской книгой? Что произошло с этими книгами? Что произошло, так это то, что когда еврейская Библия переводилась на греческий Для использования греко-говорящими евреями за пару сотен лет до времени Иисуса Скажем, первая маковецкая книга была одной из книг, которая существовала Или Экклезиас, книга Сираха Это были книги, которые существовали Или существовала книга Молитва Монасия, или книга Тавита Но они не были частью еврейской Библии Скорее, они существовали на греческом, будь то написанные на греческом, как книги Маковеев Или переведенные на греческий, как экклезиаст И что произошло, это стало частью того, что читается в греко-говорящей церкви Но у еврейской общины в целом, когда они решали, что есть канон Писания У них не было этих других греческих книг тогда У них были книги, которые были первоначально написаны на иврите, некоторые на армейском Это для них была Библией, называемой Танахом Тора Невиим Ктувим, то есть Тора, Пророки и Писание И затем, когда мы посмотрим в Новый Завет Мы увидим, что такие книги, как Маковейский, или Товит, или Экклесиаст Ни одна из них, по сути, не цитируется как Писание В то время, как другие книги Ветхого Завета цитируются Итак, мы признаем, что книги Маковеев дают нам очень важную историю И некоторые прекрасные, вдохновляющие уроки И рассказывают нам, что происходило между Ветхим Заветом и Новым Заветом Но они на самом деле не являются частью Библии В любом случае, читайте их, учитесь из них, читайте их поучительными Но не основывайте на них доктрины и не рассматривайте их как богодухновенные на том же уровне, как было вдохновлено Писание То есть полезные, практичные, поучительные? Абсолютно да Часть Библии, простите, нет